Вчера в Волгограде, как и по всей России, отметили День защитника Отечества. В этом году празднику 100 лет он зародился еще в СССР, вскоре после революции, как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. И остался одним из самых важных и в календаре современной России. 23 февраля депутаты, члены фракции «Единой России» Волгоградской и Городской Думы возложили цветы к воинским мемориалам и братским могилам павших защитников Родины по всему Волгограду. Алые гвоздики стали символом памяти и преемственности поколений. На территории Краснооктябрьского района Волгограда, где в период Сталинградской битвы шли крайне ожесточенные бои, находятся несколько памятных мест. Они не столько широко известны, как Мамаев курган, но не менее важны и значимы для всех волгоградцев. Это братская могила воинов 62-й и 65-й армии в парке имени Гагарина, мемориальный комплекс «Остров Людниково», памятник связистам 138-й стрелковой дивизии и братская могила воинов 138-й дивизии. В День защитника Отечества к этим мемориалам и воинским захоронениям, как и ко многим другим памятным местам по всему Волгограду, легли живые цветы. Праздник имеет очень хорошие традиции, чтить всех, кто защищал нашу Родину, кто сейчас служит в вооруженных силах, ну и, конечно же, передавать традиции мужества, героизма наших воинов. Российских. Было принято решение членам фракции «Единой России», депутатам Волгоградской городской думы, возложить к мемориалам наших воинов, к нашим священным местам города Волгограда цветы. Мы будем помнить всех поименно, будем чтить их традиции, которые они нам завещали. Это любить Родину, беззаветно служить своему Отечеству, если необходимо, то и, соответственно, отдать жизнь за независимость нашей страны. Вся наша история говорит о том, что защита Отечества для россиян не просто слово, а дело. Продолжая традиции поколений победителей, военнослужащие современной российской армии с честью исполняют задачи по защите суверенитета и границ нашей страны. Они уверенно подтверждают свой высокий профессионализм, боеготовность, высокие моральные качества. Русский солдат по-прежнему символ спасения для многих людей во всем мире. На мой взгляд, будущий защитник Отечества должен обладать качествами, конечно же, любить свою семью, свою Родину, действительно думать о том, как можно сделать нашу страну лучше, как он может быть полезен ей, какой вклад он может привнести, какое наследие может оставить после себя. Сегодня мы искренне гордимся теми, кто защищает нашу Родину, кто стоит на страже ее интересов, служит в российской армии, одной из самых современных, боеспособных и профессиональных в мире. Наши защитники Отечества – достойные внуки своих дедов и прадедов, участников Великой Отечественной войны. Все мы понимаем, что для нас Сталинград, для тех людей, которые родили в советское время, я очень рад и счастлив, что есть такая возможность посетить этот город и возложить свой День защитников 23 февраля. 23 февраля в Волгоградской области дистанционно и в онлайн формате прошли десятки памятных акций с участием жителей, ветеранов, депутатов и общественников. Для волгоградцев и гостей города состоялись экскурсии, выставки, концерты, а завершился день праздничным салютом. Илья Власенко, Глеб Волков. Время новостей.